Встреча первого президента Республики Западной Армении с председателем армянского офиса ЭКОСОК Гамлетом Миннасяном. Новый избранный президент Республики Западной Армении Лидия Маркусян представила годовую программу деятельности «Наши раны продолжают кровоточить» Хачик Айканян. Представительство Арцаха в Ереване больше не работает. Антикоррупционный суд пригласит на допрос Кеха. Историческая месть Анкары с помощью проекта «Путь развития» газета Танеа. К столетию великого поэта Парижа Севака. 23 января первый президент Республики Западной Армении Арменак Брежевич Абрамян встретился с Гамлетом Миннасяном, председателем армянского офиса ЭКОСОК. Арменак Абрамян и Гамлет Миннасян обсудили будущие перспективы мирного процесса, также вопросы мира и безопасности, существующие на границах Армении. Отметим, Гамлет Миннасян является почетным консулом острова Кингдом оф Сент-Пен. Гамлет Миннасян вручил первому президенту Республики Западной Армении Арменаку Абрамяну памятную медаль Геворга Чауша. Встреча прошла в теплой партнерской атмосфере. После обмена познавательной информацией были обсуждены новые программы, с которыми ознакомим вас в ближайшее время на телеканале Вестерн Армения ТВ. В завершении встречи Гамлет Миннасян выразил готовность сотрудничать с правительством Республики Западная Армения. 21 января состоялось заседание правительства Западной Армении. Заседание вела новоизбранный президент Республики Западной Армении Лидия Маркусян. В ходе заседания президент представила годовую программу правительства. Лидия Маркусян отметила, 1 февраля исполняется 104 года со дня создания армянского легиона в память об армянских добровольцах, павших на поле боя чести. Республика Западная Армения должным образом отпразднует 104 годовщину создания армянского легиона. С полной годовой программы правительства ознакомим вас в ближайшие сроки на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. Наши раны продолжают кровоточить. Хачик Айканян. 20 января на первом заседании Национального собрания Республики Западной Армении 3-го созыва депутат Хачик Айканян отметил, «Память вредит нашему будущему. Мы продолжаем чувствовать глубокую боль нашего народа, отторванного от наших земель и разбросанного по всему миру. С момента геноцида прошло более века, но исторический судебный процесс еще не состоялся, и они еще не столкнулись лицом к лицу со своим прошлым. Имена ответственных за резню, совершенную против армян, до сих пор остаются под признаками победы на улицах и городских бульварах. В наших ушах все еще звучат голоса сотен тысяч наших соотечественников, которые подверглись геноциду и были жестоко убиты по решению нескольких государств. Наши раны продолжают кровоточить. Психологическое насилие, которому мы подвергаемся, проходя по этим улицам, лишает нас дара речи, не оставляя выбора, кроме как жить в тени страха. Исцеление нашей кровоточащей памяти тесно связано с тем, какое именно будущее мы собираемся построить. Наша память вредит нашему будущему. Именно для этого мы настаиваем смотреть лицо истории. Восстановление возможно только благодаря исторической целостности. Представительство Арцаха больше не работает. Информацию также подтвердили бывшие сотрудники представительства. Вероятнее всего, что причина закрытия та же, что и у остальных государственных институтов Арцаха. Еще в декабре бакинские СМИ говорили о недопустимости деятельности представительства Арцаха в Ереване, поскольку представительство делает провокационные заявления и там проводятся встречи. У собравшихся в представительстве две цели – власти Еревана и Баку. Правительство Армении планирует закрыть представительство в начале января. По уголовному делу, возбужденному против бывшего командующего армии обороны Микаэла Арзуманяна, может быть допрошен командир войской части Еханикнер, герой Арцаха Карен Джавалян Кёх. Дело расследуется в рамках закрытого судебного заседания. Напомним, 1 сентября 2022 года прокуратура объявила, Экс-командующему армии обороны Арцаха, советнику президента Арцаха Микаэлу Арзуманяну предъявлено обвинение в том, что он отдал приказ отступить личному составу, который освободил стратегически важную высоту Арека и прилегающие боевые позиции во время Арцахской войны 2020 года. Арзуманян был арестован 1 сентября и по сей день находится под стражей. Греческая газета Тане пишет, Анкара мстит за историю с помощью проекта «Путь развития», который начинается в Персидском заливе и простирается до Европы после нападений, нарушающих нормальное функционирование важных проливов Красного моря. Проект «Путь развития», описанный главой Анкары Реджепом Таипом Эрдуаном, как новый шелковый путь, приветствуется как важный шаг к геополитическому равновесию после нападений, парализующих основные проливы Красного моря. В анализе, опубликованном под названием «Геополитические камни для Домино», греческий профессор Афанасиос Платис обращает внимание на укрепление позиции Анкары в контексте войн коридоров. В статье отмечается проект «Анкары. Путь развития», который простирается от порта Фау в Персидском заливе через иракский порт Басра до Константинополя, далее через Болгарию в Европу, уже начал реализоваться после нападения хуситов, поддерживаемых Ираном. В анализе, напоминающем об открытии Суэцкого канала в 1869 году и об ослаблении роли и значения шелкового пути, проходящего через Западную Армению, говорится «Турция сейчас мстит за историю, примешая важность Суэцкого канала». Паруш Севак – поэт, популярность которого возросла еще при жизни. Севака любит и ценит и в наши дни. Он исцелял, вдохновлял и восхищал своими произведениями. К столетию Севака на протяжении всего года будут проводиться разнообразные и содержательные мероприятия. Инициативы направлены на популяризацию и распространение богатого литературного наследия, оставленного автором. Директор Дома-музея Паруире Севака Севак Казарян подчеркивает, юбилей Севака будут отмечать в Ереване, регионах Армении, Диаспоре. День рождения поэта 24 января в Доме-музея выступит ансамбль «Каданс Гор Суджан», который исполнит песни, написанные на тексте Севака. Планируется также небольшое театральное представление с участием актеров Общенационального театра имени Соса Саркисяна. Вечером в Ереване в театре Амазгаин на сцену выйдет спектакль «Человек на ладони», включенный в репертуар театра. По случаю юбилея читателям представлена книга «100 стихотворений» редактор Севак Казарян. Книга опубликована по инициативе Дома-музея Севака и семьи Севака, в частности одного из сыновей, литературоведа Армена Казаряна, также при поддержке Армянского образовательного культурного фонда. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Гайи Арзуманян «Аяи Елькир Арцах». «Аяи Елькир Арцах» «Апанкез диниматам» «Дуа хоккез диниматам» «Дуа хоккез диниматам» «Дуа хоккез диниматам» Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра.